Суд избрал меру пресечения для подозреваемых в деле о двойном убийстве жительниц Башкортостана. Напомним, женщина и ее пятилетняя дочь приехали в Приканскую столицу погостить у знакомой местной жительницы и бесследно исчезли. Пермячка заявила, что после ссоры гости ушли в неизвестном направлении. Тела погибших были найдены в окрестностях поселка Ласьва. С близким родственником погибших встретилась Елена Яговцева. Убили, таю зарезали, ребенка задушили, закопали в лесу. Какая должна быть причина, чтобы убить пятилетнего ребенка? Женщину и пятилетнего ребенка. Какая должна быть причина? Нет никакой причины. Все даже не знают, как это объяснить. Убийство было спланированным и циничным, считает брат погибшей Сергей Прокофьев. Мужчина говорит, что до последнего верил, что сестра с племянницей вот-вот дадут о себе знать. В этом его убеждала та самая пермская подруга, которой женщина с дочкой приехала из Башкирии погостить. Она просила не наводить панику и не подавать на пропавших родственниц в розыск. Теперь ясно, что подозреваемая пыталась скрыть следы преступления. Чисто моя точка зрения, что это уже было спланированное конкретное убийство. Потому что это уже яма вырота даже по видео, которое по интернету гуляет. Видно, что там яма вырота. Ну нифига там ни в две лопаты, ни в один штык. Это прям конкретно копали уже, конкретно приготовили. То есть если бы даже это все состояние, какие-то там аффекты, еще что-то было, люди бы не вырвали бы такую яму. Это что, коротыши ли они? Абсурдную причину зверского убийства озвучила сама подозреваемая. Со слов этой женщины, потерпевшая с 2013 года занималась черной магией. Якобы навела на нее порчу с целью завладеть квартирой. И смертельная расправа была единственным способом обезопасить себя от влияния злых сил. Женщина Винусову признает, но в содеянном не раскаивается. Вы ненавидели свою подругу так, что захотели ее убить? Упишите, пожалуйста, личность этой подруги. А что причиной-то было? Она занималась черной магией. Я ее разбираю. Разбираю. Это сигнал. И она подключалась на мою квартиру. Впрочем, в обозримом будущем квартира подозреваемой вряд ли понадобится. Женщина может рассчитывать на гособеспечение в колонии или психбольнице. Ее подельнику тоже избрали меру пресечения в виде ареста. Пока тоже на два месяца. Его адвокат отказался от комментариев, но на вопрос журналистов, признает ли предполагаемый убийца свою вину, ответил да. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.